Мир вам, братья и сестры! Мы прочитаем один текст из Ветхого Завета, книга Бытие, 17 глава. Предлагаю, чтобы мы могли прочитать с первого стиха по восьмой. Бытие, 17 глава, с первого стиха. Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя, в роды их завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Очень интересный текст, и мне думается о том, что вот когда я читал один из выражений, который Бог сказал, обратил, как бы я обратил внимание, мне показалось оно какое-то необычное. И если посмотреть, вот это выражение, которое записано здесь, в четвертом стихе, Бог, обращаясь к Аврааму, говорит так, «Я, вот завет мой с тобою». Вот что это значит, как это понимать, и вообще, что это за выражение. Знаете, братья и сестры, вот чуть-чуть, может быть, истории рассказать. Аврааму 99 лет. И это не тот день, когда Бог заключает завет с Авраамом. Это время, когда Бог подтверждает свой завет с Авраамом. Он его, как бы, повторяет, и в это время, вот в этой, вот тогда, когда вот Бог явился Аврааму, ему 99 лет, Бог, как бы, подтверждает завет, и в это же время он дает ему, вот, как бы, знак или заповедь обрезания. И, вы знаете, вот до этого события Бог заключил завет с Авраамом. И заключил завет примерно, наверное, лет 14 назад, может быть, даже немножко больше. В это время, когда вот сейчас, вот то, что отрывок, текст мы прочитали, Аврааму 99, Измаилу уже 13 лет. То есть, уже прошли достаточно много событий. И, вот, как я сказал, лет 14, наверное, где-то примерно назад, Бог заключает завет с Авраамом. И я хочу сказать, вот, что означало чуть-чуть, может быть, несколько слов, сам смысл завета. Что такое завет? Завет – это не просто договор. Это, как бы, включает в себе, как бы, договор, но это больше. И это даже не контракт какой-то, как бы, подписанный. Завет – это намного больше. Когда заключался в Ветхом Завете заветы, когда заключались, их было несколько, это всегда проливалась кровь. И интересно, вот те 14 лет назад, когда Бог заключается Авраамом завет, Он говорит Аврааму так, «Возьми животных и рассеки их пополам». И написано так, что Авраам поставил одну половину, когда он рассек животных, он положил одну половину напротив другой. И когда Бог заключил завет, написано, что огонь прошел между этими частями и пожрал вот эту жертву. Заключение завета было всегда пролитие крови, означало, что два, две стороны, которые заключают завет, становятся друг другу не просто близкими. Они становятся настолько родными, ближе даже, вот как братья, намного ближе даже. Вот интересно, что в этом завете, в этом завете Бог дает обещание Аврааму, и в каждой, в этом завете есть ответственность у каждой стороны. С одной стороны, у Бога есть ответственность, что он должен выполнить то, что обещал Аврааму, у Авраама есть ответственность, то, что должен он выполнить. И вот интересно, братья и сестры, просто вот в этой истории есть, вот то, что мы прочитали, очень ярко и четко описана сторона Авраама, Что Авраам должен сделать? Бог является к Аврааму, чтобы сказать ему слово. Мы сейчас читаем в Библии, нам не нужно это явление особое, но тогда не было написанного слова. Бог приходит к Аврааму и говорит, Авраам, ходи предо мною и будь непорочен. Вот это часть Авраама. Авраам должен был выполнить свою часть завета. И тогда он говорит, я поставляю такой завет, что я буду всегда твоим Богом. Я не просто буду Богом твоим, я буду Богом твоих потомков навеки, навсегда. И вы знаете, вот этот завет. И после этого Бог как бы говорит о том, что Он дает Аврааму вот интересный вот этот обряд обрезания. Обрезание крайней плоти. Это не просто вот как что-то такое обычное, братья и сестры. Обрезание имело в себе смысл, отказ, отречение от всего плотского, мирского начала в себе. То есть это образ отречения от самого себя, моего я, гордости моей, от мира этого. Это был именно смысл вот этого отречения. Очень интересно, просто несколько слов об этом. В Новом Завете интересный пример, когда Стефана перед тем, как его побивали камнями, он говорит проповедь. И очень интересно, братья и сестры, послушайте, какую фразу он говорит. Это Деяния, 7 глава, 51 стих. Он обращается к тем, кто его слушает. И те, кто уже готовы побить его камнями, он говорит, жестоковыные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Что это значит? Обрезание сердца и ушей. Это означает, когда человек, слыша Слово Божье, слыша обречение, слыша благодать Божью, остается на своем, упертый так, как ему хочется. Мне нравится вот так жить. Я хочу поступать вот так. Нет, я не... Да, может быть, Бог этого хочет, но я хочу по-своему. И Стефан Духом Святым говорит, жестоковыные, необрезанные люди с необрезанным сердцем и ушами. Интересно, во второзаконии, даже в Ветхом Завете, Бог, обращаясь к народу, говорит, второзаконие 10, 16, посмотрите, интересный текст. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыные. Обрезание – это не было просто образ или знаком на теле Авраама и его последователей. Это включало в себе образ отречения от плотского, отречения от греховного начала, отречения от этого мира, то, что правит в этом мире. А мы знаем, что в этом мире правит, да? Писание говорит, все, что в этом мире есть – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И вы знаете, братья и сестры, вот завет наш, наш завет, мы в новом завете, наш завет новый с Богом намного выше даже завета Авраама. И в нашем завете, интересно, этот образ имеет вот нечто похожее с этим. Я хотел бы, чтобы мы прочитали очень кратко, потом мы вернемся к истории Авраама и мы посмотрим несколько интересных моментов из его жизни. Колоссянам, хочу прочитать вот этот текст. Колоссянам, 2 глава с 11 стиха. Колоссянам 2, 11. «В нем», то есть во Христе, «вы», то есть мы находимся во Христе, «и обрезаны обрезанием нерукотверным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». О каком обрезании речь идет? Не о физическом обрезании. А речь идет, посмотрите, да, «совлечением греховного тела», то есть это значит снятием греховной натуры, отказа от греховного начала или другими словами, умереть для плоти, для греха. Когда мы принимаем Христа, когда мы становимся одно со Христом, можно этот текст дальше прочитать, что мы погребаемся в крещении, это как бы образ, умереть для греха, жить для новой жизни. Знаете, что интересно, братья и сестры, мы говорим об этих вещах, что нужно так жить, мы знаем, что мы должны так жить, войдя в завет с Богом, мы должны жить совершенно по-другому, но живем ли мы так? И я думаю, что то, что мы приходим в Дом Божий, то, что мы приходим в Церковь, когда мы слышим Слово Божие, когда мы читаем из Писания, когда мы смотрим на образы тех, которые записаны, это помогает нам обновить наш ум, наше мышление и начать думать немного по-другому. И вы знаете, это то, что ожидает от нас Писание. Если читая послание Галатам, там есть этот целый список дела плоти, плоды духа, да, и мы знаем, что Писание говорит, живущие по плоти Богу угодить не могут, если живете по плоти, умрете, а если духом умиршляете дела плотские, живы будете, то есть мы должны умереть для плоти. Вы знаете, вот образ Авраама, на мой взгляд, очень красивый, братья и сестры. Вот насколько интересно, Писание не делает что-то просто так. Вы знаете, вот вошел Авраам в завет с Богом, и Бог говорит, ходи предо Мною. Что значит ходить пред Богом? Вот как? Знаете, вот я себе подумал так, наши дети уже выросли, уже взрослые, но когда они были помоложе, когда вот, может быть, они еще в подростках были, сердце родителей всегда переживает. Уехал ребенок или где-то, чем занимается, что делает, как? И мы, ну и думаю, что многие родители это делают, звонят, ты где? Что ты делаешь? Как там? Что? Чего? Переживают, знаете. И очень часто бывает так, не только дети, а мы так поступаем. Когда мы на людях, мы живем так, как мы хотим, чтобы люди видели, как мы живем. Когда нас никто не видит, мы иногда можем жить по-другому. И если вдруг, вот я думаю, что в нашей жизни бывает такое, если вы вдруг увидели ваш ребенок, когда вот застали, он делает что-то не то, что вы думаете? Вы думаете, вполне возможно, что он делает всегда, когда меня нет, он всегда что-то похожее делает. И мы уже где-то вот недоверие где-то, да? А как бы было бы хорошо? Интересно выражение, по-моему, в притчах есть, да? В 31 глава притч, когда говорится о жене, написано, уверенно в ней сердце мужа, да? Вот быть уверенным. Даже не допускать сомнений. Если человек ходит перед Богом, перед Богом. Это означает, Бог перед ним всегда. То есть, он имеет Бога всегда перед своим лицом. Что бы он ни делал, как бы он ни поступал, он знает Бог перед ним. И не важно, что думают люди. Он знает Бог. И интересно, в этом выражении, здесь в этом тексте написано, Господь говорит Аврааму, я Бог всемогущий. Это означает, я везде. Я все вижу. Я все держу в своей руке. Ходи предо мною. Как и ног когда-то, да? Ходи предо мною. То есть, все, что ты делаешь, все, о чем ты думаешь, все, что ты говоришь, читаешь, слушаешь, смотришь, все равно. Ты перед Богом. Вот это чувство, ощущение, что Бог вот перед тобой, перед твоим лицом. Или другими словами, Бога поставить самое главное в твоей жизни. Я вам хочу сказать, братья и сестры, на мой взгляд, Авраам именно так и жил. Авраам так и жил. Вот почему Бог поставил, ему дал завет обрезание не в день, когда он заключил завет, а через 14 лет. Это уже было просто доказательством или показанием того, что Авраам действительно для Бога, Бога поставил для себя главнее всего. Вот можете себе представить несколько моментов. Первый момент, Бог говорит Аврааму, выйди из дома Отца твоего и пойди в землю, которую я укажу тебе. Сколько времени для путешествия нужно? Братья и сестры, сколько бы мы с вами выдержали путешествовать без дома? Месяц, два, три, год. Авраам всю жизнь никогда не имел города, никогда не нашел себе места. Знаете, что самое интересное? Никогда Богу не сказал, Господи, а когда же я войду в ту землю, что ты обещал? Он ходил по ней, он странствовал по ней. Но Писание говорит, что удивительно, в те времена он каким-то образом понял, что он ожидал города не местного, не земного, а он ожидал города востроителем и художником, которого Бог есть. Как? Вы знаете, когда родился Авраам, еще Ной жив был. И я думаю, Авраам очень хорошо слышал историю Еноха. Оказывается, можно не просто умереть и пойти похоронили, чтобы тебя. Оказывается, можно живым уйти к Богу. Оказывается, там что-то есть. Вы понимаете, во что верил Авраам, братья и сестры? И вот почему он ушел странствовать, и он ходил все это время. Насколько мы привязаны к земному, братья и сестры? Как сильно мы ценим то, как тяжело нам иногда расстаться от чего-то вот такого временного ради Бога, ради служения. Может быть, пожертвовать чем-то, как это иногда очень трудно. И вот здесь я вижу Авраама. То, что он пошел, вот эта вот часть, он поставил Бога важнее. Иметь дом, иметь город. Да, он был богатый, но никогда не построил себе города. И никогда не обосновался, не поставил стены. Хотя, я думаю, что ему хотелось бы. Знаете, вопрос интересный. И не только даже место жительства. Он никогда не вернулся даже к своим родным. А богатство. Очень интересно. Идет он с лотом. И помните, говорит племяннику своему, нет, так не пойдет. Наши пастухи между собой начинают ссориться. Давай мы с тобой разделимся. И вот так вот, если по нашему, братья и сестры, по житейскому. Лот намного моложе племянник. Он его взял, он его выкормил, он его охранял, он ему дал возможность развиться. И что, по-человечески выбирай самое лучшее. Что не знал Авраам, что выберет лот, знал. Что не знал Авраам, что есть лучшие места, а есть места похуже, знал. Он не просто по-доброму, так сказать, чтобы выглядеть красиво в глазах лота, предложил ему, нет. Он знал, где бы он ни был, Божье благословение это самое большое. Поэтому лоту предлагает, выбирай. Братья и сестры, а в нашей жизни как? Готовы мы на нечто похожее. Зная, что нам будет хуже. Отдать другому лучшее. Интересно. Еще одно событие произошло в жизни Авраама. Я думаю, что мы хорошо его помним. Лота забирают в плен. Авраам идет, берет рабов, освобождает Лота, идет назад. Он победитель. Он все победил. Встречает его царь Содомский, пораженный. И вдруг начинает, ну, по-нашему сказали, умствовать. Типа того, что, ну, давай мы договоримся с тобой. Ты мне отдай людей, а богатство оставь себе. А кто здесь должен принимать решение? Авраам победил. Это все добыча его, и люди, и все полностью. Но посмотрите, как Авраам красиво себя ведет. Он говорит, даже ремня от обуви, чтобы у тебя не было никакого повода никогда зацепиться за меня, чтобы я не был ничем должным тебе. Готовность отказаться от всего, что может мне послужить потом каким-то соблазном препятствием или еще что-нибудь. Я себе так думаю, этот царь Содомский мог бы потом сказать, это, конечно, Авраам богатый, так я же ему... Нет, нет, нет. Это Божье благословение. Братья и сестры, а готовы ли мы иногда в своей жизни где-то переступить заповедь Божью, чтобы больше получить, больше оставить себе, где-то заработать, где-то на финансах, как мы говорим, обойти где-то. Ради чего? Авраам понял, Бог для него – это самое главное. Интересно, после этих событий Бог является Авраамом и говорит, «Авраам, награда твоя весьма велика». Он только сейчас потерял богатство. Он только сейчас потерял все, ради чего он рисковал жизнью. Он говорит, «Авраам, награда твоя весьма велика». И вы знаете, вот это то, что в этом мире. Похоть плоти, похоть ячей, нам хочется, нам нравится, мы хотим достичь чего-то. Насколько сильно мы тянемся к этому? Мы готовы переступить заповедь Божью ради того, чтобы нам было хорошо? Или все-таки Бог для нас намного важнее того, что мои желания есть? Или я все-таки, слыша заповеди Божьи, где-то вот мое сердце, оно все-таки жестоковыное немножко. Знаете, еще одно испытание Бог предложил Аврааму после. Сильное испытание. Рождается Исаак, подрастает. Авраам видит в нем исполнение обетований Божьих. Конечно. И Бог говорит, вот этого сына, которого ты любишь, иди и в жертву принеси. И вот в этом, братья и сестры, я вижу вот что. Авраам Богу сказал, ты для меня дороже сына всего, что угодно. Ты для меня. Твои заповеди, твое повеление на первом месте. Мои чувства родственные, я умираю для них. Я от них отказываюсь. И потом Бог говорит, потому что ты вот это сделал. Я мною клянусь. Авраам назван отцом всех верующих, потому что вера Авраама была именно такой. Отказаться от себя. И вот эта фраза, братья и сестры, очень интересная. Бог говорит, я вот завет мой с тобою. Можете себе представить? Бог говорит, не то, что там я тебе что-то, я вот мой завет с тобою. Наш завет, новый завет. Мы стали одно целое со Христом. Мы Его тело. Мы. И знаете, вот стать на Его сторону. Не важно, что происходит. Не важно, сколько искушений происходит. Не важно, что во мне хочется. Какие страсти одолевают меня. Вот хождение перед Богом. Ходи предо мною. Это означает Бога поставить выше всего. Вот, что это значит. Самое главное, братья и сестры, и вот тогда Бог говорит, я, завет мой, вот в чем, благословение, я буду Богом твоим и твоих потомков навсегда. Можно было бы здесь сказать, а мы хотим так? Мы хотим, чтобы Бог всегда был нашим Богом. Мы хотим, чтобы Бог был Богом наших детей и всех наших потомков. Вот она история. Вот этот образ. Образ обрезания, отказа от всего плотского, от всего мирского, от всей похоти, которая движет нами, это непросто. Это непросто. Это очень болезненно. Но это нужно, братья и сестры. Может быть, на коленях, может быть, с постами, может быть, еще как-то. Нам всем это нужно. Как часто мы поддаемся влиянию этой похоти. Как мало мы находим время для того, чтобы для Бога посвятить что-то. Мы хотим, чтобы Бог нам послужил. Наоборот, мы ожидаем Божьего благословения для моей жизни. Мы ожидаем, чтобы Бог благословил мои дела, чтобы Бог благословил мою... А мы не думаем о том, чтобы моя жизнь была для Бога, Божьей жизнью. Это немножко совсем другой взгляд. Это немножко совсем... Я вижу, что Авраам вот именно так жил. Ему все равно было, что подумают люди. Ему не важно было, как об этом подумает, может быть, даже его семья. Только представить, взять Исаака и пойти. Я думаю, что он, наверное, даже не рассказывал никаких подробностей. И он не сомневался, что придется его в жертву принести, потому что в Писании написано, он думал, что Бог силен воскресить его из мертвых. Это как чувство родства, как чувство привязанности нужно было в себе подавить. Как часто, братья и сестры, в нашей христианской жизни наши родственные отношения становятся выше заповедей Божьих. Христос сказал, если кто возлюбит отца, мать, брата, сестру, жену, детей больше, нежели меня, что? И мы говорим, нет, это как-то сильно жестко, как-то сильно грубо, другого пути нет. Если я в своей жизни Бога не поставлю на самое первое место, если Бог не будет для меня все во всем, не получится, братья и сестры, не получится. Начнется с родства, начнем мы покрывать своих родных и близких, начнем мы покрывать своих друзей, потому что это родственные отношения, начнем закрывать глаза на что-то, и потом этот процесс пойдет дальше, он не остановится. И эта похоть, которая была, может быть, и небольшой, вот этот грех, который будет жить, он вылезет где-то обязательно очень сильно. Вот это я вижу в завете Бога с Авраамом. Бог говорит Аврааму, ходи предо Мною и будь непорочен. Святость именно имеет в себе отречение, отделение от греховного. И я хочу сказать, братья и сестры, это то, к чему Бог нас призывает. Это то, что мы заключили с Богом завет. Это то, что мы обещали Богу. И мы должны жить совершенно по-другому. Вы знаете, братья и сестры, я вижу благословение Авраама не в том, что он прожил очень спокойную и счастливую жизнь, наслаждение жизни. Совсем нет. А благословение Авраама в том, что до конца его жизни Бог был с ним. И он был Богу послушаем. Остаться верным Богу несмотря ни на что можно только таким путем. Быть готовым к пришествию можно только вот таким способом, что я Бога ставлю на самое первое место. И хочу, чтобы мы об этом помолились, братья и сестры. И я хочу сам в своей жизни, чтобы я свою жизнь прожил именно так. Не потому, что люди видят, не потому, что кто-то снаружи наблюдает, а ходить перед Богом. Его лицо перед нами. Я его всегда вижу. Ходить перед Богом, быть непорочным, это точно такая же заповедь. Это точно такое же Божье повеление, чтобы мы были, отреклись от себя. В послании Галатам написано, чтобы мы умерли для греха, чтобы мы сораспялись Христу и тому подобное. Это единственный способ выжить в это время. Это единственный способ быть готовыми к пришествию. Пусть нас Господь благословит. Аминь. Аминь. Аминь.